на косточки которых у вас много и не жалко делайте ну допустим на грядке на картофельной грядке приблизительно она такая склона это и посерединке делайте руночку такую ну породочку ну где-то буквально 2 сантиметра 3 сантиметра вот если хотите можете немножко света внизу песочку для того чтобы меньше этих микрофлора были на песочке они лежат они более чистенькие и потом чуть-чуть земелькой присыпайте я про сливы буду говорить потому что у нас их много и вишни тоже самое можете смело и яблони также ну косточками расстояние 50 сантиметров вот вам 100 штук посеяли 50 или 50 5 10 это естественно и чтобы у вас ну не было пустых там мир сколько зайдут только зайдут это не жалко там набрал 100 200 семян это после потом они рано весной но природе такой вот уже многие садоводы замечали как будто сигнал сверху в определенный момент есть которые дитя не без урода когда они раньше позже могут а есть в основном вся масса просыпается именно вот когда у нас весна выступает и как будто сверху сигнал и они начинают дружно просыпаться и тогда вот как как высаживать в нашей зоне я боюсь напрямую косточку класть в эту нашу глину какая погода будет сухая или мокрый но в глине ладно это обычно все все стараются на постоянное место косточку поставить сразу на постоянное место это лучший вариант почему потому что не надо потом уже пересаживать и все он по допустим дичок вырос вы на него прилили и все у вас готовое место ничего не надо если у вас пересадка это будет терять то процент неизвестно он приживется или нет если с места на место призывется куда-нибудь посылать вот я в этом году сажал яблоки и груши ложки просто их посеял внизу земелька потом слой песочку миллиметров пять положил зернышки потом опять миллиметров пять песочку и сверху опилками опилками это чтобы не просыхал и просто открытыми уже оставил и они мне выскочили есть пересаживаю как вот бикируют помидор серьезно серьезно такие расточки только очень аккуратно надо выбрать погоду когда не солнечная пасмурная погода и аккуратненько в площадке чтоб корешки были это пальчиком дырочку делаешь раз этот росточек аккуратненько по корневую шейку а там у яблони груш хорошо видно у них семейдольный листочек раскрывается и вот надо никому ничего выше не посадить вот там видно они по цвету отвечать посадил и все и они прижились если хорошая жарка поэтому раз весной лучше лучше потом в крайнем случае вам много не надо уже питомники не разводите бутылочкой прикрыть 5 литров жарко пробку открыл холодно пробку закрыть когда заморозки в этом году было 5 градусов мороза 4 дня подряд бутылки даже у некоторых не спасли у абрикосиков все высадил макушечки прихватить ну ничего не живы зато пошли сразу как елки боковые которые не замерзли один стебель а потом уже начинает только метвиться и в этом году я сажал на чеках брал пакетики а если у вас раньше поросли какие-то косточки особенно значит берете самое лучшее это двух литровая бутылка или полтора литрового пластика вверх отрезаете где пробка туда земли набивайте можете немножко вниз песочку дырочки обязательно паяльником сделать или гвоздем на газу дырочка чем лучше чем вот набивайте берите землю знаете вот самую лучшую земля увидите где много крапивы растут выбирайте крапиву и прямо оттуда берите землю это самая хорошая земля для всего для рассада крапива на плохой земле не растет замечали и прямо убиваете почти до верха потом берете свой песочку опять миллиметров 5 это чтобы не загнивал в росточек особенно абрикос провели провели этот свою бутылку хорошо провели что там нормально было потом вверх помульчировали землю и песочком посыпали потом кладете вот это косточку рак . вниз туда до . вниз кладете и сверху опилочки и все пока у вас такой вот абрикосик или грушка не вырасти ну или я подружку говорю про сливу то же самое пока такой нему влаги там хватит у абрикоса корень как и у груши то уйдет прямо до самого да вот когда вы будете уже потом пересаживать на постоянное место есть уже какая с одной стороны нельзя на подоконнике не выращивать ни в коем случае проросло семечка вы вынесите в прохладное в коридор на свет или в терраску на свет чтобы у вас как можно медленнее он рос на подоконнике если вы вырастите да он пойдет листочки все все хорошо давать но потом на солнце вытащить и у нас просто скинет скинет листья ну это как у помидор тоже многие замечают с комнаты вытащишь в теплицу на зарубе и все у них пока не скинут но вы не пойдете а потому что листовой аппарат в комнате там сета не хватает у него больше площадь листового аппарата также и у деревьев тоже таким образом как захватывает свет я поняла да а когда ты на жару по они горят просто-просто-напросто они наоборот испарение большое идет в комнате у вас и влажность другая чем в открытом грунте вот так же и и деревья вот я персики в этом году посадил внешне не терпелось их выросли они вот который побольше скинули в открытом грунте сейчас пошли ну сейчас уже большие такие новые победы и персика есть такой но это больше у всех растений то есть у него лист держится определенный срок он его потом скидывает то есть вот прошел там полтора я точно не знаю сколько это полтора-два месяца и он его скидывает появляются новые там побеги или это но так что ничего страшного получил что дальше значит а если у вас дошли эти